МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это наше время. Главные события уходящей недели в материалах корреспондентов телеканала «Регион» в студии Мирики Ульманов. Здравствуйте. Паводок начался. Затопило дорогу из Оренбурга в пригородный поселок Пруды. Под водой оказались и около 10 мостов по всему региону. А в областном центре тронулся лед на Урале. Вода в реке прибывает каждый день. Невиноваты и мы. В Оренбурге процветает новый вид автоподстав. Мошенники устраивают дорожные аварии. Причем делают так, что вина ложится на потенциальных потерпевших. В прокуратуре и полиции лежат десятки заявлений от автомобилистов. Но правоохранители пока не знают, что с ними делать. И как оренбургцы писали диктант под диктовку губернатора. Масштабную проверку на грамотность накануне прошли студенты, пенсионеры и ректоры. Всего около тысячи человек. На Урале начался ледоход. Лед на Урале около Оренбурга тронулся накануне днем. Изначально синоптики прогнозировали вскрытие главной водной артерии региона 31 марта. Но из-за плохой погоды это случилось на 10 дней позже. Тем временем уровень реки уже начал расти. По данным, на 8 апреля вода поднялась на 24 сантиметра, достигнув отметки в 2,5 метра. Скрываются и другие реки Оренбуржия, из-за чего началось половодие. И за два дня уже подтопило порядка 10 мостов в Курманаевском, Бузулукском, Красногвардейском и других районах. Также вчера подтопило дорогу из Оренбурга в поселок Пруды. Трассу решено было закрыть. Все машины пустили в объезд через поселок 9 января. К другим темам. Вместе против терроризма. Накануне в парке Салют Победы прошел митинг в поддержку погибших и пострадавших во время взрыва в метро Санкт-Петербурга. Почтить память жертв теракта пришли порядка 5 тысяч жителей Оренбурга. Иван Бер подробнее. Россия не раз призывала другие страны объединить усилия в борьбе с терроризмом. Мы верим, что голос России будет услышан. Субботним утром тысячи оренбуржцев со всех районов города приехали в парк Салют Победа, чтобы почтить память павших в теракте. Народа было много, пришли люди разных возрастов. Примечательно, что каждый из пришедших принес с собой цветы, а большая часть присутствующих на митинге была молодежь. Мы пришли не только сказать «нет» тому, что произошло, но и сказать, что те, кто надеется, что вот так нас можно разобщить, сделать из нас непонятно какой народ, этого не будет никогда. То, что произошло, позволило нам еще раз понять, что мы действительно русский народ, и это звучит гордо. Я видел эти смерти. Афганистан прошел два с половиной года, все. Но такое вот это творится, это ужасно. После того, как были сказаны все слова соболезнования и поддержки, люди возложили цветы к вечному огню. Этот поток не прекращался в течение нескольких минут. Выразить протест террористам, что ничего у них не получится. Мы как жили, как строили планы, так и будем дальше жить. Среди погибших, насколько я знаю, что были даже и дети. Это вообще, как говорится, божественно, ради чего мы живем. Мы не могли не выйти сегодня на улицу. Тем более, сегодня мы видели, какая масса народу была. Никого сюда никто не сгонял никак. Это вот именно позиция гражданская всех людей, чтобы поддержать петербуржцев, у которых случилась такая трагедия. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем, в понедельник, 3 апреля. Он унес жизни 14 человек, и более 50 было ранено. Среди пострадавших – 28-летний уроженец Оренбурга. Иван Бир, Виктор Горшенев. Наше время. И, кстати, оренбуржцев просят быть бдительными в общественном транспорте. Категорически запрещается трогать, вскрывать или передвигать подозрительные вещи, наставленные в автобусах и троллейбусах. Также не рекомендуется использовать мобильные телефоны вблизи такого предмета. Кроме этого, учителя просят родителей объяснить детям, что нельзя поднимать с земли незнакомые вещи. В Оренбурге появился новый вид автоподстав. Если раньше мошенники обманывали инспекторов ГИБДД, инсценируя аварии, то теперь дорожные происшествия случаются на самом деле. Причем участниками ДТП становится ничего не подозревающие оренбуржцы. Автоподставщики намеренно выбирают сложные участки дорог и создают условия, когда водителю будет трудно уйти от столкновения. А вся вина в итоге ложится на потенциальных потерпевших. Прокуратуру и полицию уже посыпались десятки заявлений от оренбуржцев. Как действуют мошенники, их схему изучила Юлия Гафарова. Я убеждаюсь, что никого нету. Машина находится на расстоянии порядка 70 метров от меня. Только я повернул и здесь вижу, что разгоняется машина. 30-летний стаж без аварийной езды Владимира перечеркнула серебристое Пежо. Мужчина говорит, водитель будто специально его поджидал. Машина резко рванула с места и влетела в правый бок его автомобиля. Кадры собственной аварии Владимир изучил буквально по секундам. Заметил, водитель Пежо даже не собирался тормозить. Стоп-сигнал загорелся лишь после удара. Странным мужчине показался и бампер иномарки. Видите, расстояние на бампере какое. То есть такие расстояния нигде ни на каком автомобиле, никакой завод не допускается. То есть это уже подставной бампер. Он уже не раз, неоднократно ставился. Но виновным в ДТП в итоге признали Владимира. Ведь это он по помехе справа должен был пропустить иномарку. Уже после аварии мужчина провел собственное расследование и выяснил, именно в этом месте на улице автоматики дорожные происшествия случаются с завидной регулярностью. Смотрите сами. То же самое место. То же самое. Видите? Сразу у него отлетает вот здесь сбоку крыло. Почему-то как будто оно не было закреплено. Сценарий как под копирку и действующие лица одни и те же. Пежо, которая меня ударила, она ударяет через 20 дней другую машину на кольце около окея. А пассажир вот этот вот один и тот же находится там. В районе столба заезжают с правой стороны и бьют. Понимаете? Целенаправленно. Пенсионер Виктор Приданников стал участником аварии с тем самым Пежо. Иномарка поравнялась с ним на кольце и ударила в правое заднее колесо. Тогда мужчине показалось странным, что машины получили разные повреждения. И вот у меня буквально вот так вот выломан кусочек наискось и все. И все. И больше у меня ничего нет. А у них фара, блок фара повреждена, бампер полностью на земле лежал. Половина крыла переднего не было. Схему автоподставщиков Виктору раскрыли очевидцы. На новые машины мошенники ставят битые детали, а после наживаются на выплатах от страховых компаний. И Виктор и Владимир уже обратились к правоохранителям. Оказалось, что таких друзей по несчастью уже десятки. Только доказать свою правоту пока не могут. Доказать их умысел в данном случае крайне сложно, поскольку есть решение судов, либо решение органа ГИБДД, которые говорят о виновности самого потерпевшего в этом случае. Во всех обращениях, как правило, фигурирует один и тот же автомобиль, одни и те же люди, одни и те же регистрационные знаки. Это, конечно, отталкивает на определенные соображения. Как правило, автоподставщики поджидают в оживленных местах у торговых центров, на перекрестках и кольцевых развязках, подъезжают либо справа, либо просто ждут, когда ничего не подозревающий водитель захочет перестроиться. Автоподставщик условно дает ему сигнал, фары, либо звуковой сигнал, либо руками о том, что он дает ему возможность перестроиться из одного ряда в другой. Когда потерпевший потенциально осуществляет перестроение, автоподставщик, заместо того, чтобы его пропустить, наоборот, нажимает педаль газа для того, чтобы произошло столкновение. Таким образом, в дальнейшем будет очень сложно доказать потерпевшему, что он в данной ситуации не виноват. В прокуратуре советуют быть внимательнее на дорогах по возможности обзавестись видеорегистраторами, а если уж авария случилось, начать снимать все происходящее на видео. Наши герои не сомневаются, виновники их аварии рано или поздно будут наказаны. Только вот обидно, подпорчен безупречный водительский стаж и подорвано здоровье. Меня начало колотить. Я по сей день никак не могу отойти. Юлия Гафарова, Константин Воробьев. Наше время. Копили годами и в одночасье лишились всего. В редакцию телеканала «Регион» обратились клиенты потребительского кооператива «Семейный капитал». Они утверждают, их обманули самым наглым способом. Оренбуржцы вложили свои деньги под высокие проценты, но обещанных доходов люди так и не увидели. Финансовая организация без объяснения причин закрылась. Наш корреспондент Виталий Сапожников встретился с обманутыми пайщиками и узнал, что заставило их вложить все сбережения в сомнительную фирму. Около 30 человек. Это лишь небольшая часть клиентов фирмы «Семейный капитал». Двери организации для них с некоторых пор закрыты. Хотя в свое время сотрудники капитала потенциальных платчиков буквально окружили лаской и заботой, и лишь бы деньги несли. Для пожилых людей организовывали концерты, чаепития и даже экскурсии по области. Все так было хорошо очень. Не собирались здесь. И тут нам в Оренбурге устраивали много мероприятий, чаи и все прочее. То есть, в общем-то, вот эта общность наша, вот дружба вот эта, конечно, мы со многим познакомились. Было очень весело, было очень хорошо. Ну, поверили. Дураки поверили. Настолько я поверила этому Сергею Николаевичу, все-таки он полковник в отставке, ну, не сапожник же какой, да, не алкоголик. Ну, и думаю, ладно, пусть еще полгода полежат. Фраза из классического рекламного ролика печально-памятного МММ актуальна и для этой ситуации. Поверили. И понесли накопленные годами деньги под обещанные баснословные проценты в семейный капитал. Кто-то вложил несколько тысяч, а кто-то значительно больше. Я тут чемпион в кавычках. Грустный чемпион. Сколько? Полтора миллиона. Значит, я обращалась в прокуратуру, получила семь бумажек в полицию из Санкт-Петербурга, из Оренбурга. Состава преступления нет. На смерть я скопила денежки, сто тысяч. Думаю, дай-ка положу я их. Ну, первый год я положила на 18 процентов. Я получила где-то порядка две-три тысячи. Мне это понравилось. Хотя меня внук предупреждал, что бабуля этого не делай, это все коммерческое. Хотелось бы, конечно, людей предупредить, что не верьте больше этим большим процентам, но уже поздно. Какое-то время пенсионеры действительно получали проценты от вкладов. Правда, продлило счастье недолго. Прекратилось страхование вкладов, затем осенью прошлого года перестали приходить выплаты, а следом закрылся и Оренбургский филиал семейного капитала. Поставило. У нас известно, что все, они разрываются нами. На каком основании? Потому что взносы были заплачены, то есть на год мы все платили, как говорится, в страховом свидетельстве. Но мы же не поедем туда. Все, говорится, там претензии можете предъявлять, но мы просто не видели смысла. Вкладчики не успели простоять у офиса финансовой организации и часу, как собранием заинтересовались полицейские. Оно и понятно, через дорогу здания областного МВД. Правоохранители, очевидно, посчитали встречу пожилых людей несанкционированным митингом. Потребовали объяснений. Тем не менее, объяснение студии все же взяли. Вот только все это вряд ли поможет людям вернуть деньги, вложенные в финансовую организацию. По предыдущему печальному опыту обманутые вкладчики, как правило, остаются у разбитого корыта. Далее Сапожников, Владимир Семенов. И добавлю, что обманутыми вкладчиками заинтересовались в областном УМВД. Руководитель ведомства Михаил Давыдов поручил провести проверку в отношении потребительского кооператива «Семейный капитал». В сквере имени Ленина состоялся митинг в защиту бездомных животных. Поддержать права кошек и собак пришли не только волонтеры, но и простые оренбуржцы. Ситуация критическая в России с животными. Животных убивают, животных никто не защищает, прав и животных нет. Мы хотим, чтобы приняли федеральный закон, и все было по закону в стране, чтобы животные были под защитой Российской Федерации. Не нужно бороться так, как борются сейчас, убивая. То есть мы должны прийти к какому-то цивилизованному решению. Что это должна быть, естественно, стерилизация. Мы не можем до многих достучаться. Это гуманный метод регулирования численности животных. Два года назад в Оренбурге на улице Советской была установлена собака-копилка. По словам волонтеров, ажиотаж вокруг нее угасает. Сейчас защитникам животных едва хватает денег, потому бездомных собак получается стерилизовать один раз в несколько месяцев. Слабенький результат. Где-то тысяч пять в месяц, вот в зимние месяцы было. В сравнении с тем, что было в начале, когда там десятки тысяч рублей поступали за месяц. Это, конечно, слезы. Проблем нет. Областной клинический онкодиспансер полностью обеспечен и медикаментами, и расходными материалами. На неделю руководство медучреждения устроило экскурсию журналистам. Показали все – и больничные аптеки и палаты. Акция связана с обвинениями, выдвинутыми в социальных сетях в адрес диспансера. Там объявили сбор денег на покупку шприцев. Мол, дефицит. Естественно, во всем обвинили врачей. Юрий Мишенин подробнее. Это не еда. То есть это не замена еды. То есть это то дополнительное питание, это та нутритивная поддержка, которая необходима нашим пациентам. Эти коктейли в детское онкологическое отделение привезли волонтеры, за что им огромное спасибо. Помогать больным детишкам – дело благое. И поддержка действительно приходит отовсюду. Вот игровая комната организована тоже на частные средства. Желающий помочь приходит сюда группами и поодиночке. Два раза в месяц сюда к нам в диспансер приходит женщина. Я даже не знаю, кто это. То есть она меня вызывает на справку и спрашивает. Скажите, у вас сейчас вот есть в диспансере мама с ребенком, у которой тяжелое материальное положение. Я хочу ей помочь. Вот. Если нет, я говорю нет. Если есть, я иду маме, говорю, спуститесь, пожалуйста. Вот там хотят с вами поговорить. То есть я знаю, что эта женщина помогает этой маме деньгами или деньгами. Врачи говорят, вот и маленькая Иваре с мамой тоже помогают волонтеры. Отвозят, когда нужно домой, а это сотни километров, и привозят обратно в больницу. Лечение дает результаты. Малышка идет на поправку. О том, что в диспансере дефицит продуктов, лекарств или там шприцев, мама не слышала. Я лежу в восьмом месяце. Не было такого, что чего-то не хватает. И даже не знаю, откуда это что. Как откуда из социальных сетей там пишут, помогите, детям не хватает самого необходимого, даже шприцев. По медикаментам, пожалуйста. То, что касается. Вот то, что касается химиотерапевтических препаратов. А это коробки со шприцами и катетерами. Главный врач диспансера показывает больничную аптеку, поясняет, недостатка в медикаментах и расходных материалах нет. Детское отделение обеспечено полностью. Ему оправдываться не за что. А возможно, придется. Та же самая прокуратура, она же читает то, что пишут, да, пишущие братья. Будет инициирована проверка по данному факту. Он будет сидеть, писать отписки. Для того, чтобы написать объяснительную и так далее, нужно потратить время. А ему есть чем заниматься, ребят, ей Бог говорю. Подавать в суд на авторов недостоверных и оскорбительных публикаций в соцсетях медики не станут, но еще раз просят, если есть желание помочь детям, помогать, но при этом не мешать врачам работать. Юрий Мишинин, Виктор Горшенев. Наше время. Две тысячи жалоб поступило в прошлом году в антимонопольную службу от оренбуржцев, желающих участвовать в закупках. Чаще всего оренбуржцы жалуются на чиновников, которые устанавливают излишние требования или ограничивают круг участников торгов. Наибольшее количество жалоб у нас, как всегда, поступает на действия муниципальных заказчиков Оренбургской области. Среди жалоб, принятых к рассмотрению, признано обоснованными, то есть те, которые действительно были обоснованными, 808 жалоб, в то время, как в прошлом году было 765. Больше всего жалоб, по данным антимонопольной службы, поступает весной и летом, когда начинается ремонт дорог, школ, больниц и детских садов. Подводя итоги прошлого года в сфере контроля государственных и муниципальных закупок, ВУФАС отмечают, что в Оренбурже развивается сфера профессиональных жалобщиков, которые не заинтересованы в том, чтобы выиграть аукцион, а наоборот нацелены сорвать его. В ведомстве говорят, они подают жалобу, а потом за деньги отзывают ее. Прошли экзамен на грамотность. Больше тысячи оренбуржцев сели за парты, чтобы уже в пятый раз написать тотальный диктант. В этом году в роли диктора выступил губернатор Юрий Берг. Главе региона предстояло прочесть текст писателя Леонида Юзефовича. Сложным ли был диктант? Свою грамотность проверила и наша Екатерина Волкова. Аудитории Оренбургского государственного университета заполнились довольно-таки быстро. Желающих проверить свою грамотность заявилось 800. Валентина Михальчук к написанию тотального диктанта готовилась основательно, несмотря на солидный стаж преподавания в школе. Шутка ли? Больше 30 лет с русским и литературой на вы. Но несмотря на это, даже сюда прихватила с собой словарик. Я спрячу. Не разрешат. Не разрешат заглядывать, подглядывать. Валентина Михальчук уже на пенсии. Зачем ей в 77 писать диктант? Отвечает просто. Проверить свою грамотность и убедиться, сохранился ли опыт. Я живу в деревне небольшой. И там мои выпускники. И они часто обращаются по разным случаям. И я должна ответить грамотно. А вот Вячеслава Панфилова привело сюда больше любопытства. Сможет ли справиться с предложенным для диктанта текстом. Хотя с творчеством писателя Леонида Юзифовича даже и не знаком. Я не старался знакомиться, чтобы было поинтереснее. Чтобы сразу встретиться к лицам к лицу. А в этом году оренбуржцам пришлось писать о родном городе, любимой реке, лауреата литературных премий Пермь и Кама. Мы не всегда говорим слова любви. Мы часто забываем это делать. Вот я попытался эти слова сказать. А вы их напишите. Впервые писали под диктовку губернатора. Задача для Юрия Берга не сложная. Эту роль ему частенько приходилось исполнять во времена, когда был педагогом. Камень еще водилось в теле. Проверяем написанное. Для большинства текст оказался несложным. Да и как тут плохо написать. Некоторые трудные названия и слова подсказывали. Все написали правильно. Молодцы. Тотальный диктант писали не только в областном центре, но и в филиалах Оренбургского государственного университета Орске и Бузулуке. Всего 1300 человек. Насколько грамотными в этом году окажутся оренбуржцы, станет известно после 12 апреля. Лучших знатоков русского языка обещали наградить. Екатерина Волкова, Дмитрий Примачек. Наше время. Первый съезд пассажирских перевозчиков Оренбуржья прошел в областном центре. В его работе приняли участие больше 350 человек. Транспортники со всей области, специалисты и эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга. Обсуждали, в каком направлении двигаться отрасли в будущем. Первый съезд, организованный Автотранспортным союзом Оренбуржья, возможность найти общие пути развития. Потому темы для разговора разные. От борьбы с нелегальными перевозчиками до вопросов, касающихся федеральных законов. Все предложения впервые идут снизу. Верхи с оренбуржцами согласны. Наконец-то сформировать в России законодательную базу, которая бы отрегулировала административно-правовые отношения. И самое главное, наконец-то, чтобы было создано нормальные экономические условия для существования этого бизнеса. Представили на съезде единые стандарты перевоза, которые в Оренбурге разрабатывает группа экспертов. Транспорт должен быть безопасным, комфортным, доступным. И вот здесь своим опытом готовы поделиться федеральные специалисты. Предлагаем сейчас единую платформу, которую мы пилотируем сейчас в Петербурге, к которой мы предлагаем подсоединить на уровне пилота какие-то предприятия Оренбурга, чтобы вы посмотрели, годится это вам или нет. Съезд первый, а результаты уже серьезные. Автотранспортный союз Оренбуржья – центр принятия решений, причем не только на областном, но и на федеральном уровне. Получили от перевозчиков, от реальных перевозчиков обратную связь. Это очень важно, это, на мой взгляд, даст определенный толчок и очень серьезный толчок к развитию пассажирских перевозок в Оренбургской области. По словам организаторов съезда, развитие пассажирских перевозок на контроле у Владимира Путина. А по тому итоги мероприятия будут направлены в Государственный совет при администрации президента страны. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наше время. В Оренбургском областном художественном колледже открылась выставка «Весенний перезвон», посвященная главному христианскому празднику Пасхи. В выставочном зале оформлена витрина с уникальными пасхальными яйцами. Уникальность заключается в том, что при их создании дизайнеры использовали оренбургский пуховый платок. Чтобы привлечь интерес молодежи к платку, чтобы не утратить вот это драгоценное, приходится искать новую форму. Честно говоря, мы очень смущались, когда начали работать с платком и яйцо пасхальное, то есть дерево, вроде бы роспись традиционно для этой формы. Но платок, он совершенно прекрасно уложился и в форму, и в цветовое сочетание. Кроме пасхальных яиц на выставке представлена целая коллекция картин оренбургских художников. В каждом полотне легко угадываются знакомые каждому жителю города места. Очень привлекает городской пейзаж, особенно старого города. И вот гуляя, например, по центру, я никогда не могу пройти мимо каких-то интересных построек архитектурных, старых двориков. В темпе нынешней жизни, в такой скорой застройке, мне кажется, таких мест скоро останется все меньше и меньше, поэтому хочется их как-то запечатлеть. Выставка «Весенний перезвон» в художественном колледже на 8 марта завершится после Пасхи. А сегодня православные оренбуржцы отмечают вербное воскресенье. В этот день принято освящать в храмах веточки вербы, первого растения, которое расцветает после зимы. Ими не первый день торгуют около церквей, на рынках и даже в супермаркетах. Уже завтра начинается Страстная седмица. И в следующее воскресенье верующие встретят Пасху. В конце выпуска информация от городских электрических сетей. В понедельник, 10 апреля, жители некоторых улиц Оренбурга и пригорода останутся без электроэнергии. Причина – плановые ремонтные работы. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 56 83 38 или 98 48 48. Такие новости. Далее в нашем эфире прогноз погоды на завтра. Успешного начала новой недели и только хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok